Соседка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой рассказала, как тот душил ее 11-летнего сына. Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливая под Херсоном 62-летний Николай перед совершением зверского преступления и ранее приступал закон, имел судимости. По словам ее соседки, мужчина полтора года назад напал на ее сына школьника. Об этом говорится в сюжете программы «Один за всех» на СТБ. Отмечается, что в первые дни, после задержания главного подозреваемого в убийстве, местные жители начали рассказывать, что его жертвами были и другие дети. Об одном из таких случаев сообщила соседка Николая Наталья. Женщина уверяет, что тот душил ее 11-летнего сына. Дима идет по каналу. Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном виде и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда, вспоминает женщина. Тогда мальчик рассказал психологам, что пьяный односельчанин пытался заставить его заняться оральным сексом. После ЧП мама ребенка написала заявление в полицию. Впрочем, закончилось тем, что правоохранители провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили домой. Также сообщается, что живущая в РФ дочь Николая Елена тогда заявила, что подозреваемый хороший отец, а в то, что он мог навредить ребенку, она не верит. Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка, в том, чего он не мог сделать. Он мог быть жесток взрослым людям или своей семьи, но не до чужих детей, уверяла Елена. В видео, всплыли новые подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой. Напомним, что подозреваемый в убийстве Маши Борисовой во всем сознался. Кроме того, причастность к преступлению также подтвердила ДНК-экспертиза. Также мы писали о том, что появилось видео об убийце семилетней Маши, как он хладнокровно наблюдал за поисками девочки.